В общем, меня зовут Ксюша, я работаю UX-дизайнером в компании DataArt. Пришла я сюда с ПММ, как многие здесь, наверное, учатся. Но я пришла изначально на позицию саппорт-менеджера, проработала там года два, и потом решила сменить профессию и пошла не в разработчики, а пошла в дизайнеры, потому что хотелось немного творчества и анализики в том числе, и, по-моему, это идеальное сочетание для меня. Итак, что же вообще такое и кто же такой дизайнер? Давайте посмотрим, что пишет об этом Википедия. Дизайнер – это человек, который делает дизайны для объектов. Немного странно. Так, давайте посмотрим, что же такое дизайн. Википедия. Дизайн, деятельность по проектированию эстетических свойств. Ух, по-моему, очень сложная, особенно для утра пятницы. Словер Ожегова дает нам более короткое определение. Дизайн – это конструирование вещей, машин, интерьеров, основанное на принципах в сочетании удобства, экономичности и красоты. Фух, доля правды в этом есть, и это правда, но, по-моему, немного сложновато. Давайте с вами все-таки разберемся, что же такое дизайн. Когда я рассказываю своим родителям, кем я работаю, они представляют, что я, наверное, художник, наверное, я что-то рисую на работе, сочетаю цвета, раскрашиваю, не знаю. На самом деле профессия дизайна включает в себя художественную составляющую, потому что мы видим объект, и мы должны делать его каким-то красивым, но помимо красоты он должен быть удобным для пользователя. И дизайнер всегда должен быть ориентирован на конечного пользователя, чтобы ему было хорошо, удобно, приятно пользоваться продуктом. Он не задумывался о том, что ему делать, если он взял в руки этот пульт или подошел к двери, как ему ее открыть. Помимо интерфейсного дизайнера, мы можем говорить здесь также и о дизайне предметов. Все, что вас сейчас окружает, от меча до машины, ко всему была приложена рука дизайнера. Даже стулья, на которых вы сидите, они были сконструированы так, чтобы вам было удобно на них сидеть. Как вам? Нормально? Супер! Значит, дизайнер хорошо поработал. И вот это ваше пользование продуктом, это и есть UX, User Experience. Вы, наверное, о нем уже слышали, что такое UX. Знаете, что это? Окей. В общем, UX, User Experience, это опыт взаимодействия с предметом, с конечным продуктом, будь то интерфейсы или предметы. Итак, давайте, чтобы было более понятно, посмотрим то, что нас окружает. Посмотрим на UI и UX, то есть User Interface и User Experience в реальном мире. Вот вы видите две бутылки кетчупа, это User Interface. Как думаете, какой из них будет пользоваться удобней? В смысле, вот этой? Да, да, вы совершенно правы. Видите, пользователь под первой картинкой слегка огорчен тем, что сложно достать кетчуп. Но я и сама была не раз в этой ситуации. Если честно, приходилось долбить по бутылке, чтобы он вылился, и он разваливался постоянно. Пользователь на второй картинке выглядит удовлетворенным пользователем интерфейса. Он знает, как пользоваться этой бутылкой, он не проливает, он не задумывается о том, как же достать оттуда кетчуп. Вообще, ошибки интерфейса можно видеть вокруг. Очень часто, например, вот такие кнопки. Подойдя к этому лифту, вы вряд ли будете знать, на какую кнопку вам нажать, даже если вы знаете, что вам нужно вниз. Кстати, как бы вы изменили вот такой интерфейс? Да, супер, это то, что нужно. Это верно. Но что делать, когда у тебя очень много кнопок, вы заходите в лифт? В принципе, каждая кнопка подписана, и все кажется понятным. Но пользователь теряет время для того, чтобы найти нужный этаж. А все потому, что кнопки расположены горизонтально. Тут уже идет идея о том, что система и интерфейс должен как-то сочетаться с реальным миром. В реальном мире лифты ездят вертикально, и поэтому кнопки в лифтах в основном всегда расположены снизу вверх или сверху вниз. Здесь придется подумать и поискать, прежде чем найти нужный этаж. Вот еще пример кнопок. Если мне нужно на седьмой, куда нажать? Непонятно. И, если честно, будет сюрприз, куда я попаду? Вот вам еще один замечательный пример. Как видите, слишком много информации. Это не очень хорошо с точки зрения взаимодействия с объектом. Потому что, подойдя к этой двери, для меня будет самое нормальное – это потянуть ручку. Она же там есть. А потом я уже обращу внимание на надпись. Итак, в любом случае, если для такой простой вещи, как дверь, требуется инструкция, хотя бы даже из одного слова, значит, ее дизайн никуда не годится. Это Дональд Норман «Дизайн привычных вещей». Эта книга, я вам посоветую еще ее в конце, обязательно почитайте. На самом деле, она очень интересная. Даже если вы не собираетесь стать дизайнером, там, да, говорится, собственно, о том, что человек должен понимать, взяв вещь в руки, для чего она предназначена и как ей пользоваться. А теперь давайте немножко разомнемся. Вот такое задание. Как думаете, как можно улучшить интерфейс, чтобы улучшить UX? Еще картинка? Больше картинок. Есть идеи? Так, мы убираем ручки, где написано push. Есть еще идеи, что там убрали, да, это супер. Что-то еще можно сделать? Ну, можно, да, допустим. Это очень хорошо. Может, ручки-то там убрали? Нет. На самом деле, есть… да? Ну что же. Прекрасно. Так, у вас есть еще какие-то идеи, кроме того, как убрать ручки? Там, где написано push, это правильно, но нужно докрутить. Что еще можно сделать, помимо убирания ручек? Нет. Тут как раз наоборот работает история с тем, что, как было на предыдущем слайде в цитате, если дизайн подписан и говорит тебе, что делать, значит, он сделал неправильно. То есть это должно быть интуитивно понятно. Мы убираем push и pull, потому что, ну, нам не нужны эти таблички здесь. Мы же подходим к двери и видим, что нет ручек, значит, логично, что ей нужно толкать. И вот подойдя к такой ручке, будет понятно, что ей нужно потянуть. Ну, или добавить также накладку какую-то, чтобы было легче толкать и удобнее. В любом случае, это будет понятней, чем подойдя к двери, читать и… Боже мой, это два слова, они с четырех сбук и начинаются на P. Пока разберешься. Ужас. И все, о чем я говорю. В общем, дизайнер должен обладать эмпатии. Знаете такое понятие? Возможно, философия была у вас, может быть, на поймем уже. В общем, эмпатия – это способность понимать другого человека. Эмпатия, то есть дизайнер должен понимать конечного пользователя, понимать его нужды и что ему нужно от этого продукта. И создавать дизайн удобный для него. Но, к сожалению, не всегда удобные дизайны правильно доходят до адресата. Ну, такое случается. И в нашем диджитал мире на самом деле это исправлять просто. Существующее приложение отслеживается, собирается аналитика и меняются фичи. То есть в диджитал мире это делать довольно легко. Давайте, кстати, к нему и перейдем. UI, UX в нашей области, в IT. Итак, вы видите сайт по продаже билетов. И это пример хорошего UX, потому что, зайдя на сайт, в поисках билета, что вам нужно? Вам нужно поле ввода, откуда вы едете, поле ввода, куда вы едете, даты и сколько человек. Все остальное для вас в принципе не важно. Да, прокрутив низ, вы найдете там любую другую информацию, но вот эти поля и кнопка – это самое важное, что может быть в поиске. Поэтому вот пример хорошего. Но что, если я захочу попутешествовать, например, не на самолете? Я боюсь летать, и я решу поехать на поезде. Конечно же, я захожу на наш сайт российских железных дорог. Итак, мне нужно купить билет. Что же мне делать? Куда мне идти? Боже мой, картинка, фотография – это первое, что бросается в глаза. Но я же пришла на сайт не для того, чтобы смотреть на фотографии, верно? Как думаете, как можно улучшить интерфейс RGD? Чуть-чуть, в двух словах. Окей, ну, да, это правда на самом деле, потому что тут есть и структура, которая мне тоже не нужна. Возможно, она нужна, кстати, генеральному директору. Смотрите, там написано какая-то информация о нем, может быть, ему интересно захотеть читать про себя. Но это как бы один пользователь из миллиона, например, не знаю. Но, кстати, сайт RGD делает сейчас бета-версию. Сейчас она выглядит вот так. Намного приятнее, правда? Ее еще можно докручивать, ее еще можно доделывать, но это уже намного лучше того, что было. Потому что это выполняет цель пользователя, который просто пришел купить билет. Окей. Мы с вами немножко поговорили о том, что же вообще такое дизайн. И теперь давайте посмотрим, что делает дизайнер, его роль. Вот так. В нашем мире IT дизайнер должен думать не только о том, что хотят пользователи, о том, что хочет конечный пользователь. Изначально все вообще начинается с того, что приходит клиент и говорит, ребят, мне нужно срочно сделать, не знаю, онлайн-магазин. И я хочу, чтобы он продавал мои, не знаю, колонки. В общем, все что угодно. У него есть какие-то свои цели и свои задачи, и он хочет получить свою выгоду от этого бизнеса. Мы берем его цели и задачи, думаем сразу о пользователях, которые будут пользоваться этим приложением. И делаем классный, крутой дизайн. Приходим к разработчикам, они говорят, ну, ребят, так не пойдет, мы это не можем сделать. Или это займет очень много времени. Так что всегда на этапах создания дизайна нужно не забывать о разработчиках и ходить к ним, и заветоваться к ним. Потому что не всегда то, что ты отрисовал, можно воплотить в жизнь. Так, дизайнер DataArt. Чем же мы тут вообще занимаемся? Расскажу, основываясь на своем опыте, потому что у нас есть вообще и чисто UX дизайнер. Дизайнеры, они, ну, по-моему, они сейчас даже не принимают участие в отрисовке интерфейсов, а занимаются именно UX-частью, опросом пользователя и так далее. Итак, дизайнер DataArt очень тесно работает с бизнес-аналитиками. Эта связь, мне кажется, нерушима, потому что бизнес-аналитик, вы знаете, да, кто такой? У вас была лекция по бизнес-анализу уже? О, ну, классно. Я вам чуть-чуть расскажу. Бизнес-аналитик – это человек, который собирает требования у заказчика и как-то формирует их и пытается решить его задачи. Пытается он их решить вместе с нами, с дизайнерами, которые знают, ну, думают, что знают UX и могут отрисовать какие-то идеи и идти с ними уже к заказчику. И вместе они отличная команда. Почему не может дизайнер сам собирать все требования? Ну, вообще, на самом деле может, но это будет занимать очень много времени. И плюс у нас в DataArt очень много разных областей. И, например, я работала в одном очень крупном финансовом проекте, и без бизнес-аналитика я бы там вообще никогда, мне кажется, может быть, через год я только разобралась во всей терминологии, а мне нужно было рисовать схемы, таблицы, а для этого нужно понимать, что же то или иное определение значит. Вот, так что далее. После того, как мы собрали требования у заказчика, все поняли, мы создаем прототипы. Прототипы могут быть, не знаю, просто серыми какими-то схемами, чтобы просто показать, во-первых, заказчику, как мы видим его продукт, и он соглашается, или мы вносим изменения. И, во-вторых, чтобы посмотреть самим, как пользователь может пользоваться этим продуктом, все ли флоу юзерские он покрывает, или нет, или нужно что-то еще добавлять, или где-то происходит у пользователя затык, и он не может выйти откуда-то. В общем, все это нужно визуализировать, все, что вы собрали, чтобы понимать, каким продукт будет дальше. И уже после того, как все согласовано и все готово, мы рисуем интерфейсы. Ну, это, мне кажется, самое очевидное, что может делать дизайнер. Не знаю, стоит ли на этом заострять внимание, я попозже расскажу, где мы, в каких программах мы это делаем. Общение с командой также очень важно для дизайнера, потому что, ну, опять же, любую новую фичу, которую мы добавляем в бизнес-аналитик, мы идем к команде, и мы спрашиваем у девелоперов, ребят, как можно это делать или нет. Опять же, не нужно забывать, что у нас есть iOS и Android-приложения, то есть материал-дизайн и какие-то iOS-гайдлайны, которым мы должны следовать, и которые, ну, в общем, их нельзя никак нарушать. И придя к команде, они могут сказать, ну, опять же, завернуть тебя и сказать, блин, ребят, это сделать очень сложно, это возможно, но мы сделаем это там за две недели. А заказчику это, ну, точно не понравится, так что мы меняем какие-то фичи и улучшаем. Уметь объяснять свои решения. Это очень важный пункт на самом деле. Дизайнер часто достаточно общается с клиентом, и клиент часто задает вопросы. И он может спросить, а почему эта кнопка синяя? Или, а почему здесь такой текст? Или, а может быть, добавим картинку сюда? И ты должен уметь объяснить, почему это работает или почему это не сработает, почему я добавила сюда эту картинку, почему здесь выскакивает такая ошибка. Все это должен дизайнер понимать и уметь объяснить, чтобы не было потом больно. Потому что если ты не сможешь объяснить какое-то решение заказчику, и он настоит на своем, и ты это внедришь, он может прийти через несколько недель и сказать, ребят, мы получили фидбэк от пользователя, вы были правы, давайте вернем все, как было, назад. И то есть мы теряем время в разработке и так далее. Переходим к инструментам дизайнера. Вы знаете какие-нибудь инструменты сейчас? Иллюстратор, да, для создания иллюстрации. Фотошоп. Фотошопом уже, если честно, практически никто не пользуется. Из дизайнеров после того, как появился скетч. Слышали про такое? Вот, скетч. Вообще суперпрограмма, если честно, сама, ну, я в ней работаю. Я перешла тоже с фотошопа на скетч. И, боже мой, она намного удобнее. Ну, скетч был создан для того, изначально, чтобы отрисовывать интерфейсы. Фотошоп, ну, понятно, это программа для фотографов. Пусть она им и остается. Но если вам удобно работать в фотошопе, это типа ничего в этом страшного нет. Просто есть ряд причин, почему я считаю скетч удобным. Но он идет только на Mac OS. Если у вас, например, Windows или любая другая система, есть Figma. Figma относительно новое тоже программное обеспечение. Я попробовала вполне себе. Очень удобное тоже в использовании. У нас некоторые команды сейчас ей пользуются даже. Figma – это онлайн-инструмент. Так что все, что вам нужно, это просто интернет. И, по-моему, там один проект можно создавать бесплатно. Можно попробовать, побаловаться, что-нибудь нарисовать самим. Вот очень удобно. Если вы любите, не знаю, Adobe, и у вас есть пакет Adobe, или, я не знаю, в общем, Adobe выпустил XD. Потому что они поняли, что Photoshop уже не работает. Для дизайнеров появилась скетч, появилась Figma, и нужно как-то конкурировать. Они выпускают XD. Если честно, последний раз я пробовала, щупала, так сказать, Adobe XD весной, и он был еще достаточно сыроват. И было не очень удобно мне в нем работать, но некоторые дизайнеры сейчас на нем работают и говорят, что это лучшая вещь, которую они когда-либо видели. Помимо того, чтобы нарисовать интерфейс, нам нужно его передать разработчикам. Как это сделать? Просто кинуть им скетч-файл. Так, к сожалению, не прокатит, потому что им же не обязательно устанавливать это программное обеспечение. Есть Zeppelin. Я думаю, если вы пойдете в разработку, когда-нибудь вы с ним столкнетесь, это место, куда дизайнер загружает все свои интерфейсы, и девелопер просто приходит туда и может, не знаю, смотреть все стили, смотреть все шрифты, цвета, расстояние между кнопками. Очень удобно. InVision. Не слышали? В общем, InVision – это тоже онлайн программа, но можно плагины скачать. В общем, она существует для того, чтобы создавать прототипы. Прототипы кликабельные. То есть мы можем отрисовать готовый дизайн или на этапе прототипирования просто закинуть туда макеты и создать кликабельную версию, которую мы можем уже тестировать сами или тестировать пользователя, или показывать красивую картинку клиенту. Его можно даже открыть на телефоне и посмотреть, как будет выглядеть твое приложение, например. Adobe Illustrator, да, как правильно сказали, его используют для того, чтобы нарисовать иллюстрации. Сейчас я только даже иконки… Я иконки рисую в скетчах сейчас. Так, помимо всех вот этих программ, у нас есть Marvel, Framer и Principle. Вот эти три нижние программы, они заточены чисто под анимации. То есть если вам нужно показать разработчику, например, как будет действовать себя тот или иной компонент, вы можете взять любой из этих программ и, в общем-то, что-нибудь там нарисовать. Вообще, Framer, там даже, по-моему, JavaScript понадобится дизайнеру, чтобы написать анимацию. Да, самая очевидная тулза для дизайнера всегда была, есть и будет – это ручка и блокнот. Потому что без ручки и блокнота, в общем-то, очень сложно обходиться. Любые идеи, которые тебе приходят в голову… Ну, я, по крайней мере, сначала рисую на бумаге, чтобы понять, какой будет флоу, как будет выглядеть тот или иной экран, какие компоненты должны быть здесь или там. Потому что нарисовать всегда проще рукой на бумаге, чем сразу идти в Sketch, Figma или в прочие какие-то прототипирующие программы. Вот. Далее. Лично я, да, использую, получается, ручку и бумагу, Sketch с InVision и Zeppelin. Вот эта троечка – это такой очень базовый пакет, скажем так, для дизайнера. Очень многие пользуются именно ими. Иногда я пользуюсь принципом, опять же, чтобы либо показать клиенту, как будет выглядеть анимация, либо чтобы показать разработчикам, как она будет выглядеть. И для иллюстрации, например, пустых экранов или там чего-либо еще, для отрисовки картинок, использую Adobe Illustrator. Итак, ну, допустим, вы решили стать дизайнером. С чего же вам начать? Расскажу опять, основываясь на своем опыте, что делала я. Во-первых, нужно начать копировать сайты, чтобы набить руку в отрисовке интерфейсов. Вы берете любую из программ, которые я вам до этого рассказывала, либо Figma, либо Sketch, либо Adobe XD, может быть, Photoshop, неважно. Берете любой сайт, который вам нравится, и тупо копируете его просто пиксель в пиксель. Должен получиться один в один. Это нужно, чтобы понять, как работает и Sketch, или Figma, в общем, чтобы понять, как работают дизайнерские ПО. После того, как вы немножко поднабивали руку, ну, или параллельно, нужно читать всякие туториалы или книги по UX-дизайну, по UI-дизайну, может быть, пройти какие-то курсы. Тоже будет, конечно, вполне полезно. И, разобравшись с основными идеями UX, нужно попробовать сделать редизайн какого-либо сайта. Это вот как с RGD мы сейчас с вами смотрели. Ну, очевидно же, что он плох. Можно взять и попробовать перерисовать его так, как вы считаете нужным, используя весь опыт, который вы приобрели, читая книги или смотря ролики на YouTube. Еще отличная штука – это нарисовать сайт родственнику, другу, однокурснику или соседу. Наверняка кто-то из вас уже занимается разработкой, и, возможно, даже кому-то нужен сайт, и вы можете сказать, да давай я бесплатно тебе сделаю, вообще без проблем. И вперед, я сама, если честно, да, участие по моему, ко мне подошел друг и сказал, Ксюха, ты вроде в художке работала. Ой, извините, ты вроде художку закончила. Может быть, ты нарисуешь мне сайт, я там что-то для клиента делаю. И я такая, ну, может быть. Так началось мое знакомство, в общем-то, и с фотошопом. И так я решила после, что, наверное, я пойду по пути дизайнера. Окей. Если вы не нашли родственника, друга, ну, или просто вы хотите добавить себе что-то в портфолио, придумайте себе задачу. Например, я хочу в ветклинику сделать сайт для ветклиники животных. Ветклиники, боже мой, что я говорю. Сайт для ветклиники. Или я хочу сделать магазин, не знаю, лампочек. И сделайте сайт, сделайте его веб-версию, сделайте его версию для iOS, либо для Android. Отрисуйте от начала до конца. Ну, не обязательно прям все-все-все экраны со всеми поп-апами. Но, в общем-то, это будет очень полезно и вам, и, опять же, для вашего портфолио, который вас непременно спросит, если вы пойдете куда-то даже по программе тройни. Ну, вот здесь вы можете видеть всякие полезности. Книги. Дизайн привычных вещей Дон Норман. Это то, о чем я вам рассказывала, ребята. Это вообще очень интересная книжка. Даже если вы не будете дизайнером, вы будете смотреть на вещи, которые вас окружают по-другому, и будете видеть косяки и думать, как их исправить. Я читала ее тоже, ну, перед тем, как пойти на дизайн-позицию. Также я читала Don't Make Me Think. Стив Круг. Эта книга, по-моему, есть сейчас и на русском языке. И та, и та, они… Вообще, их можно уже назвать классикой, потому что их нельзя назвать новыми. Но в них именно те основы UX или дизайна, которые до сих пор применяются. Артемий Лебедев, знаете, такого человека? Наверняка. В общем, его ководство до сих пор тоже мастерит для любого дизайнера. Причем, да, сейчас есть книга, но вообще это доступно онлайн и бесплатно. Ководство – это список статей по дизайну. Там очень много всяких лайфхаков, и будет очень интересно, и главное, очень-очень полезно его почитать. Из последнего, если… Я читала пользовательский интерфейс Илья Бермана. Это онлайн-книга. Не знаю, есть ли она в физическом мире. Она просто очень такая красивая и понятная в онлайне. Обязательно попробуйте, посмотрите ее. Там тоже какие-то базовые вещи, которые нужны начинающему дизайнеру. Еще начинающему дизайнеру обязательно нужно знать или хотя бы перечитать несколько раз точно гайдлайны материал-дизайн или IOS-гайдлайнс, Human Interface Guidelines. Тут есть ссылки, посмотрите. Это, если честно, там очень-очень много материала, но его нужно прочесть, и там все проиллюстрировано, достаточно понятно, но и то, и то на английском языке. Русских аналогов нет, так что вообще очень много статей про дизайн идут на английском. Так что нужно учить английский в любом случае. Для вдохновения. Вы в среду были на рекции? Там, по-моему, Аня что-то рассказывала про насмотренность интерфейсов. В общем, вдохновение, насмотренность интерфейса, и все, в принципе, очень похоже. Здесь представлены сайты, на которые я частенько залажу в поисках какого-то вдохновения. Но тут на самом деле не все. Это какие-то вообще самые-самые базовые вещи, и материалов намного больше, и вы можете их найти сами в интернете, или написать нашим девочкам из HR или PR, и они вам обязательно помогут, или я вам вышлю целый список. У меня очень много всяких материалов осталось в запасе. Итак, ну, в общем-то, и все. Вот такая небольшая, быстрая презентация. Есть ли у вас вопросы? Кажется, все хорошо? Ура! Спасибо вам, ребят! Спасибо вам, ребят! Мы все. Спасибо большое. Вопросы у вас? Нет. Может, кто-нибудь хочешь задать вопрос? Вот, есть вопросы. О, давайте. Юэй-художник, юэй-художник, юэй-художник. Юэй-художник, юэй-художник. Юэй-художник, юэй-художник, юэй-художник – это, наверное, одно и то же. Вы имеете в виду UX? Юэй-художник, если честно, я первый раз слышу про такое определение. Надо посмотреть. Ну, вообще, юэй-дизайнер занимается тем, что он создает именно интерфейс, то есть внешний вид объектов или приложений. И причем, если честно, мне кажется, юэй невозможен без UX сейчас. Это какие-то очень смежные понятия. То есть, потому что юэй-дизайнер тоже, он должен думать о том, как будет удобно ли будет конечному пользователю. И, наверное, юэй-художник занимается тем же. Они, наверное, тоже создают интерфейсы какие-то. Все? А, пожалуйста. Материалы. Когда можно получить материалы? Юэй-художник, наверное, будет контакт-какая, я не знаю, что все эти приложения будут делать на нашем выпуске. Я еще обещала материалы тогда скинуть. У меня есть просто… Да нет, у меня есть еще какие-то книжки, ссылки, которые все не вместились. Их просто очень много, там огромный список всего. Кому… Хорошо, тогда кому действительно группа интересно хочет развиваться в этом направлении, пишите, пожалуйста, нам. Адрес у вас будут в рассказке на наших карточках. Харараре? Харараре собачка-летар-ком. А мы передадим учреждению вашу курсу и берем от нее санитар. Да, конечно. Да, я обратила внимание. Я, кстати, хотела об этом сказать, и я забыла. Да, там с двух сторон надпись «пуш», когда ты заходишь. И я так немного удивилась. Вот здесь дверь в конференц-зале, когда к ней подходишь, на ней написано «пуш», то есть толкать. Но ты должен пул открывать. Ошибка. В общем, да. Ой, ребята, кто, кстати, удивился, зайдя в наши лифты первый раз? А удивился чему? Кнопкам, да. Да, вот эти половинчатые этажи. Просто раньше вообще они были первый, окей, второй-второй, третий-третий, четвертый-четвертый, и это было отвратительно. Но потом они добавили половинки, и вроде бы. Да, да, да. Сейчас все нормально, более-менее. Еще вопросы? Хороший вопрос. Не знаю ответа на него. Это можно спрашивать у людей, которые делали эти лифты. Но вообще то, что они поставили кнопки с двух сторон, в этом есть логика, потому что это сочетается с реальным миром. Да, то, что кнопки слева, дверь слева, кнопки справа, дверь справа. Так что в этом есть смысл. Еще вопросы? Нет? Все? Спасибо, ребят. Это была моя самая-самая первая лекция. Ура! Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.